а а а а а а а а и а 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 я так и а а а а а а а а а вовремя ул а также в 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 я просто говорил не говорите не говорите кто ходит я не знаю я забыл давайте покиду продолжим работу я хочу прискликать пана Мечуду чтобы мне помогли он строительный и он хорошо знает как выполняется приходит замок вот так как мы мы громада мы замок мы поскочим мы формулируем на эмоциональном уровне на том как мы понимаем свой закон мы должны найти людину фаховца который нам потребуется архитектор людина фахова я могу эту систему сбудоваться сейчас об этом в 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 а я на мере я не могу а вот я пробовал агент я не знаю 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 таким таким образом есть три момента есть эмоциональная а потом Другой. Розум. Людина, яка фасово володеет знаниями, может сделать это. Я бы начался. А вот там в коридории. Перидор. И есть третий ремень. Ремень. Больовый. Той, который прораб. Кому это дело все втянет и сбудовать эту строительность. Если мы этого не заберем, то мы тут все собрались. Мы эмоциональный ремень бажание. Мы формулируем бажание. У нас мало фаховцев, которые могут выбрали эту систему. Это был человек у нас. Это был, в принципе, фаховый человек. Мы его не знаем. Поэтому у нас один, единственный вариант. Так, как замовник, который когда-то будал в городе. Он должен сесть и с архитектором один день поговорил, что-то вымолювалось, пошел архитектор, когда приходит, говорит, вот мне так. Идем дальше. И в конце концов, через месяц, через піврока народжуется проект. После этого это же система. После этого берет прораб и строит этот дом. Если мы этого не дотримаемся, мы будем подкричать, выращать. Ничего этого не будет. Я уверен. Я записался в этот комитет, но если бы задал меня, я просто сюда не приходил, потому что абсолютно деструктивная розмова ничего не дает.